Сначала пандемия, теперь антироссийские санкции. Туристическая сфера переживает не самые лучшие времена, как и многие другие отрасли. С момента объявления спецопераций последующие две недели путевки никто не покупал, признается генеральный директор одного из турагентств в центре Ульяновска. По факту ограничений нет. Большинство стран сейчас открыты для российских туристов. Проблема – отсутствие авиасообщения. За границу наши самолеты не летают. На данный момент сохранилось авиасообщение у нас в Турции. Это летает у нас Turkish Airlines. У нас авиасообщение сохранено с Эмиратами. Летят эмиратовские авиакомпании, либо Emirates, либо Etihad. Fly Dubai летает у нас из Самары, Казани. Через Эмираты или Турцию также улетают в Таиланд, на Мальдивы и Сейшелы. Отсутствие чартерных и прямых рейсов сильно ударило по ценам. Особенно это почувствовали путешественники-одиночки. Возвращение на родину во время начавшегося политического форс-мажора, к примеру, из Мексики, обошлось 450 тысяч рублей. Сейчас у нас все же должен был быть сезон. То есть мы готовились к летнему сезону. У нас было достаточно много бронирований на лето по загранице, если имеется в виду. На данный момент все практически, вся заграница соединена к нулю. До 1 мая наше агентство не бронирует вообще. Цены есть. То есть, в принципе, купить путевку можно. Улететь по ней пока нельзя. Тур-операторы, в свою очередь, покрывают расходы по возвращению туристов домой. А тем, кто должен был полететь в отпуск за рубеж сейчас, меняют туры на российские курорты. К слову, путешествовать внутри страны стало дешевле. В том числе благодаря программе «Туристический кэшбэк», которую Ростуризм возобновил с 15 марта. С 15 марта по 30 апреля, если мы покупаем путевку по программе «Кэшбэк», оплачиваем картой «Мир», мы можем вернуть 20% стоимости путевки на карту средствами наличными. Запланировать путевку с возвратом до 1 июля. То есть, если мы планируем поездку на июнь, в принципе, мы можем спокойно забронировать и получить свои средства. По оценкам специалистов, ожидать наплыва туристов на российский юг, как в прошлом году, стоит. На майские праздники во многих отелях и пансионатах мест уже нет. Июньских и июльских путевок с каждым днем также становится все меньше. Единственное, что у нас южные авиапорта сейчас закрыты, допустим, если мы говорим о Симферополе, о Крыме. Поэтому это немножко сдерживает, люди немножко боятся ехать в Крым. В Крыму очень много свободных пансионатов. Но я думаю, что это будет до того момента, как не откроют авиасообщение. Ковидные ограничения, к слову, ушли на второй план. Если не на третий. Большинство стран не требуют ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации, как и на многих курортах внутри страны. По мнению Дениса Ильина, директора агентства по туризму Ульяновской области, антироссийские санкции для внутреннего туризма – лишь глоток свежего воздуха. Это возможность повысить конкурентоспособность отдыха в городе или в нескольких километрах от дома. Да, у нас нет моря, да, у нас там нет пальм, но у нас есть прекрасная Волга, у нас есть прекрасная территория. И не зря мы сейчас занимаемся развитием больших макротерриторий, так называемых территорий геопарк Ундория. Развивать территорию геопарка мы, безусловно, продолжаем. В этом году мы открываем новые продукты на этой территории. Будут доступны прогулки на катере. В этом году в черте города также планируют достроить шале с отдельными бассейнами и индивидуальным обслуживанием. Увеличится и количество глэмпингов в регионе. Палаточный городок в этом году откроется в Шиловке и Старой Майне. Ринат Алиулова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.